Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. В этом видео и в последующих видео я буду отвечать на вопросы подписчиков и подписчиц, которые мне задавали в инстаграм, писали в директ или в ватсап. И если у вас также есть интересные вопросы в области парфюмерии, да, не просто удовлетворить какое-то свое любопытство, да, а вот именно, что есть какая-то насущная потребность, которую хочется решить, так что задавайте мне эти вопросы либо в комментариях, либо пишите их личные сообщения в соцсетях. Ну а я продолжу. И еще одно важное замечание я хочу сделать, да, всех тех невротиков, кому не нравится, как я говорю, что я говорю о парфюмерии, и я прошу отписаться от моего канала на YouTube и не тратить ни свое время, ни мое время, ни свои нервы, ни мои нервы на обсуждение каких-то только вам интересующих вопросов. Вот. Сейчас продолжим. Итак, я получила один очень интересный вопрос в инстаграм от девушки. Она спрашивает, а сейчас популярны моноароматы. Что это? Одна нота или композиции? И почему они привлекают? Не слишком ли это бедно в стратегии с ароматами, с полноценной композицией? В каких ситуациях их носить? На самом деле вопрос очень интересный. Давайте попробуем разобраться, что такое моноароматы в парфюмерии. Так как я парфюмер, я занимаюсь созданием, разработкой рецептур ароматов, то я объясню на своем примере, как я создаю моноароматы и что это такое. Моноароматы на самом деле это не ароматы с одной нотой. Это ароматы, в которых выстроена объемная композиция вокруг какого-то одного аккорда. Вот, допустим, есть аромат розы и хочется из него сделать моноаромат. Недостаточно будет взять эфирное масло розы и развести его в спирте с водой. Это у нас будет просто ароматизатор, душистая вода. Это не парфюмерия, это не композиция. Такое, конечно же, никто не будет продавать в современном рынке парфюмерии. Чтобы построить объемное звучание, моноаромат действительно в соответствии с парфюмерными правилами и законами, здесь нужно уже, то есть получается как, вместить идею, то есть допустим, мы создаем аромат розы. Идея это вот создать именно тот образ розы, который мы хотим красиво обыграть, вокруг которого хотим создать объем. То есть допустим, я задумываю, что я хочу создать очень такую нежную розу, прям вот чтобы у нее были розовые лепестки, не насыщенные красные, а вот нежные розовые, да, чтобы в этой розе ощущалась свежесть, да, чтобы листва, лепесточки, да, может быть даже некоторые росинки, да, утренняя свежесть не ощущалась. То есть мне захотелось создать такую розу, да. И если перекладывать на образ девушки, да, кто будет такой аромат носить, то это девушка женственная, да, которая любит платья в нежных цветах, у нее возможно светлые волосы, или она просто любит их красиво укладывать, что у нее есть, она любит завивать их, есть у нее кудри, она легкая на подъем, она любит утро, да, теплое время года. То есть, понимаете, да, изначально мы закладываем образ в аромат, который мы хотим все-таки создать. Даже если это моноаромат, у нас вот должно перекликаться вот эта нота с образом человека, который будет этот аромат дальше использовать. Следующее, что вот такой образ я закладываю, закладываю его в сердце. То есть, в сердце я выстраиваю такую розу, которую хочу, ну вот именно наблюдать в аромате своем. Дальше, для того, чтобы у меня был объемный шлейф, я закладываю в шлейфе именно те ноты, которые создадут объем и придадут, именно подчеркнут те черты розы, те особенности розы, которые я хочу увидеть в своем аромате. То есть, допустим, я ее буду подчеркивать с помощью древесных нот, с помощью сандала, такой вот деликатной древесности. Может быть, я захочу ей придать легкой экзотичности с помощью ноты уда. Также я могу туда добавить, ну обязательно добавляю амбру и мускус, для того, чтобы и зафиксировать ароматы, чтобы он звучал близко к коже, и чтобы он приобрел объем. Что еще я могу добавить в шлейф? Я могу добавить туда ванильные, сладкие, пудровые ноты. Но опять же, могу их сделать очень деликатно, чтобы это не была яркая сладость, а она была свежая сладость. Дальше мне обязательно нужно выстроить, помимо, мы уже выстроили сердечный аккорд, да, шлейф построили, и дальше мы переходим к верхним нотам. В верхних нотах я также добавлю те вещества, которые пробудят, разбудят обоняние, вот, и заставят нас, наш нос, подключиться, вот, включиться в эту игру, которая заключена в сердце. То есть здесь я добавлю как раз свежие ноты, которые подчеркнут у нас зелень, да, вот эти вот прожилки на лепесточках, да. Сюда добавлю свежесть, которая, вот, свежесть от росы, утренняя свежесть. Также сюда немножко цитрусов добавлю. По законам их, по правилам построения ароматов, обязательно нужно добавлять небольшое количество цитрусов. Это просто поможет нам включить нос в работу. То есть обязательно я добавлю бергамот, деликатный цитрус, да, который включит нос в работу. Вот, может быть мне захочется легкой фруктовости придать розе. Вот, тогда я добавлю уже сюда некоторые фрукты, или может быть даже ягоды, может быть черную смородину, может быть малину. То есть все равно у меня будет построена игра, вот, которая верхние ноты переходят в сердце, и затем они уходят в шлейф. То есть аромат создается, таким образом у меня создается объемное звучание всего аромата. То есть несмотря на то, что я выстраиваю один аккорд в сердце, яркий, красивый, да, роза, я все равно его облагораживаю и нотами верха, и нотами шлейфа, и делают звучание этого аромата очень объемным. Вот таким образом на самом деле и выстраиваются моноароматы, да, которые продаются на современном парфюмерном рынке. Вот, конечно же, разные парфюмеры делают это по-разному, да, у каких-то более объемный шлейф, у каких-то менее объемный шлейф парфюмеров, да, парфюмерных брендов. Вот, но в целом моноароматы – это ароматы, в которых есть своя композиция построенная. У них тоже содержится порядка 30-40 различных нот, различных душистых веществ, да, в них есть объем. Это уже готовая композиция, в которой вот много граней, много переливов. Но это все вокруг одного аккорда вертится, да, вот в данном случае я разбирала на примере розы. Вот. Поэтому на вопрос, не слишком ли это бедно в стратегии с ароматами, а с полноценной композицией, однозначно нет. Это далеко не бедно, потому что состав объемных моноароматов, он может быть даже больше, чем состав, который есть уже в композиции, где несколько аккордов сделано. В каких ситуациях, вот интересный еще вопрос, в каких ситуациях можно носить моноароматы? На самом деле в любых. И это зависит от того, то есть всегда выбирайте аромат по критериям. Во-первых, он вам должен, безусловно, нравиться. Во-вторых, он должен подходить под ваш образ, да, под ваше внутреннее состояние. И в идеале как бы сочетаться еще и с одеждой, да. То есть, допустим, если вы хотите проявляться как очень нежная, романтичная, да, особа, то аромат розы, нежных роз, он как раз для этих целей подойдет. Если же вы хотите подчеркивать ваши деловые черты в образе характера, да, в характере, в вашем образе тоже хотите такую деловую вхватку, стержень подчеркнуть, то обращайте внимание на объемное звучание древесных нот, но опять же оно должно быть достаточно деликатно. Вот, с глубоким амбровым шлейфом. Вот, допустим, объемное звучание сандала. Тут деликатная древесность. И если при этом, да, у вас еще внешний вид будет соответствовать тому образу, который вы несете, подкрепленному через аромат, то это будет яркое сочетание и красивое, да. И то есть вы таким образом усиливаете ваш сигнал в окружающем виде, да, ваш образ, и люди вас ярче воспринимают. Вот, то есть вы становитесь эффектнее и заметнее. Также, когда еще уместно носить моноароматы, знаете, есть такое в моде понятие, как Total Look, да, Total Red, Total Black, да, когда мы одеты, одеваемся, да, в один цвет в одежде, да, допустим, Total White, да, полностью белый, да, есть все белое-белое-белое. И тогда круто заходят ароматы, вот, моноароматы с объемным звучанием, допустим, молочные, молочно-цветочные. Вот, то есть это все цветовое восприятие аромата, оно подчеркивается с помощью цветов еще в одежде. То есть на самом деле эту тему можно затрагивать бесконечно с разных сторон, как пазлы, да, добавлять. Важно, вот, чтобы у вас сложилось это понимание, да, что такое моноароматы. Это все равно аромат с объемным звучанием, с богатой композицией. И куда их одевать? Это нужно опираться на то, какой образ вы хотите нести в окружающий мир. И чтобы он согласовывался с тем ароматом и с одеждой, которую вы выбираете. На этом все. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Буду рада услышать, увидеть ваши интересные комментарии под видео касаемо моноароматов, да. Возможно, вы что-то не поняли, возможно, есть какое-то свое мнение. Вот, тоже будет интересно их почитать в комментариях. И до новых встреч в новых видео. Всем пока-пока.